Танцующий фонтан и новое освещение. Площадь Ленина в Благовещенске закроют на реконструкцию. Площадь Ленина в Благовещенске закроют на ремонт уже 2 марта. Сейчас на главной территории города идет демонтаж ледового городка. Затем специалисты приступят к основным работам. Открыть обновленный объект планируется в августе 2020. Как преобразится площадь областной столицы в материале нашего корреспондента. Убирать снежные и ледовые фигуры на площади Ленина начали два дня назад. Для работ задействовали три погрузчика и восемь самосвалов. Демонтаж ведут специалисты ГСТК. Снег отвезут на специально отведенную площадку в районе улицы Нагорная. По словам рабочих, полностью освободить площадь они планируют до начала марта. На сегодня мы сделали, демонтировали мы обе горки. Сейчас они вывозятся восьми самосвалами. И в дальнейшем будем продолжать в том же духе демонтировать ледяные скульптуры, снежные скульптуры и убирать сам каток. Уже со 2 марта территорию площади закроют на масштабную реконструкцию. Ограждения установят по улице Краснофлотской и от Островского до Пионерской. Первый этап работ завершится в августе 2020 года. Планируется демонтировать старую сцену, заменить тротуарную плитку, обновить освещение и многое другое. Площадь Ленина у нас является первым этапом проекта Большой городской центр Трибуна Холл в городе Благовещенске. Общая стоимость реализации проекта составляет более 2 миллиардов. И в данном случае у нас на намывной территории будет большой красивый центр Трибуна Холл с эксплуатируемой кровлей. Будет большая красивая новая сцена установлена. Предварительно первый этап реконструкции оценивается в 300 миллионов рублей. На площади будут сделаны новые пешеходные дорожки, возведен детский многофункциональный центр и многое другое. Во время работ все мероприятия будут проходить на площади ОКЦ и на площади Победы. Анастасия Слесарева, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Масштабную реконструкцию центральной площади города планируется провести и в Белогорске. Здесь появится новый фонтан, цветочные газоны и удобные тротуары. О том, как преобразятся и другие города и села Преамурья, расскажем в следующем материале. В Белогорске, помимо реконструкции площади 30-летия Победы, планируется масштабный проект по преображению городского парка. К предстоящему юбилею города здесь создадут настоящее сказочное королевство. Такое название получила будущая детская площадка. Она станет одной из самых больших в Преамурье. Он большого размера, там площадка по-моему 25 на 26 метров. Ну и в общем-то большое количество детей там может поместиться. В этом ее примечательность, потому что парк у нас очень посещаемый. По мнению многих, городской парк Белогорска один из лучших парков на Дальнем Востоке. И поэтому я думаю, что этот комплекс станет украшением этого парка. Реконструкцию городского парка культуры и отдыха хотят провести и в Райчихинске. Работы запланированы на лето. Главной достопримечательностью здесь станет тихая зона, территория с фонтаном и удобными лавочками, а также летние сцены для проведения творческих выступлений. В этом году продолжится реконструкция муниципального парка культуры и отдыха в Тамбовке. Работы здесь ведут с 2016 года. Об этом рассказал глава администрации районного центра Сергей Гречихин. Работа по строительству и благоустройству детского парка продолжится у нас в 2020 и 2021 годах. Значит, на 2020 год мы планируем участие в различных программах федеральных, муниципальных и областных. По плану смета на 2020 год составлена на 5 миллионов рублей. В работы входит благоустройство зеленой зоны отдыха, строительство летней сцены и продолжим озеленение нашего парка. Сразу несколько проектов по благоустройству стартует в этом году в Тынде. Среди наиболее крупных – капитальная реконструкция главной улицы столицы Бама – Красной Пресни. Здесь планируется поменять системы ливневой канализации и освещения, замостить тротуары брусчаткой и оборудовать велосипедные дорожки. Помимо этого, в Тынде намерены начать обустройство Бамовского Арбата. Так будет называться пешеходная зона, соединяющая два городских сквера. Она рассматривается как территория отдыха, проведение масштабных праздников, концертов и как новая туристическая достопримечательность Тынды. Грандиозные планы на этот год есть и в Свободном. Здесь уже началась реконструкция Пёрского водозабора, по завершению которой будет закрыта старая проблема с водоснабжением центральной части города. Также намечено завершение ремонта ДК железнодорожников и реализация еще нескольких проектов. На территории города Свободного в этом году подрядная компания начала работу по выполнению реконструкции очистных сооружений с увеличением объема перерабатываемых штоков до 10 тысяч кубометров в сутки. В текущем году мы заканчиваем строительство 2-го корпуса 9-й гимназии и должны гимназию ввести в эксплуатацию с 1 января 2021 года. И заканчиваем работу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет введен 1 сентября текущего года. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. В первые случаи россиянка заразилась коронавирусом. Это произошло на круизном лайнере Diamant Princess, который сейчас находится на карантине в порту японского города Якогама. Напомню, судно совершало рейс по маршруту Кагасима-Гонконг-Окинава. У одного из пассажиров обнаружили пневмонию. Затем вирус подтвердился еще у 10 человек. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились более 450 туристов, находившихся на борту. Заболевшую россиянку в ближайшее время доставят в больницу в Японии, где она пройдет курс лечения. По предварительным данным, круизный лайнер будет находиться на карантине до 19 февраля. Граждан США, Италии, Южной Кореи, Канады и Гонконга уже эвакуировали. Россияне смогут вернуться домой, когда карантин завершится. Между тем, число заболевших коронавирусом в провинции Хэй-Лудзян за сутки увеличилось на 7 человек. Также сообщается о 32 предположительных фактах заболевания. При этом подтверждено 85 случаев полного выздоровления. По состоянию на 17 февраля в приграничной провинции зарегистрировано более 460 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего в Харбине – 190. В городском округе Хэй-Хэй вирус обнаружили у 14 человек. Стоит также отметить, что за последние сутки количество летальных исходов не увеличилось. Всего в Китае пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, болеют более 58 тысяч человек. На два месяца дольше. Беспресадочные вагоны из Благовещенского в Владивосток будут курсировать с апреля по ноябрь. В 2019 маршрут действовал с июня по октябрь. В областную столицу пассажиры будут добираться через Белогорск в прицепных вагонах состава Владивосток-Новосибирск. Время в пути – 26 часов. Сформировано два купейных и два плацкартных вагона. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что в прошлом году наполняемость беспересадочных вагонов превысила 90%. С июня по октябрь было перевезено более 20 тысяч пассажиров в обоих направлениях. В этом году специалисты говорят, что пассажира станет еще больше, так как срок перевозок увеличился. Приморский край уже давно стал одним из любимых мест отдыха амурчан. Однако последние несколько лет погода там туристов не радовала. Изменились ли предпочтения амурских путешественников и где сейчас они предпочитают отдыхать? С таким вопросом наш корреспондент обратился к жителям областной столицы. Мне понравилось в Сочи. Из России это Сочи. Можно на Черное, можно съездить и сюда, в ближайшее море. А лучше всего отдыхать на Охотском море, вы знаете. Там прекрасно среди льдин плавают моржи. Абхазию еще отпустили осенью. Летом пола анганида, а осенью Абхазия. Бархатный сезон. В Анапе отдыхали. В санатории. На море черном. Запомнилось. В Бардагон. Было хорошо. Дети. Все было хорошо. Отлично. Лес Тайга у меня только. Рыбалка, охота. Где-нибудь в деревне, где озера. Самое оптимальное. Можно порыбачить, поохотиться. Ну, наверное, как и все. Вьетнам, Таиланд. Все, что ближе, Азия. То, что более доступно нам. Много куда ездила. В Таиланд, на Кипр, в Израиле была, на Кавказе, на Байкале. И в Китае была, в Турции, где еще была. В Англии была даже. В Австралию ездила один раз. Примет в дар батарейки. Благовещенская школьница работает над уникальным экопроектом, цель которого – раздельная утилизация мусора. Лера Ждан всерьез занялась проблемой переработки уже выработавших свой срок элементов питания. В городе этим вопросом сегодня никто не занимается, уверяет семья школьницы. А ведь аккумуляторы более токсичны, чем, к примеру, пластик или целлофан. Как маленькая девочка пытается спасти природу, расскажет наш корреспондент. Идея сбора первоначально возникла у мамы. Увидела в интернете, что в жилых домах собирают использованные батарейки. Мама мне предложила. Лера, займись чем-то полезным и интересным. 11-летняя Лера рассказывает своим одноклассникам о ценности своего проекта. Ее работа по-своему уникальна. До нее правильная утилизация элементов питания. В Благовещенске никто не занимался. Собирать отработанные батарейки девочка начала еще в сентябре. Для этого в своем и соседних домах поставила специальные банки, куда можно сбрасывать аккумуляторы. Первые сборы, рассказывает девочка, были небольшими. Но со временем желающих сделать город чище стало в разы больше. Вот эти батарейки мы собрали только за вчерашний день. Для одного дня это много, потому что обычно за день набирается по 5 или 10 батареек. Проект Леры можно назвать семейным. Идею дочери активно поддержали ее родные. Вместе расставляют по подъездам емкости для утилизации. Вместе складируют то, что удалось собрать. Одна беда, говорит папа девочки. На никому не нужные батарейки стали покушаться злоумышленники. Аккумуляторы попросту крадут. Вот один из примеров, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Парень просто уносит с собой емкость с элементами питания. Для чего ему понадобились отработанные батарейки, неизвестно. Мальчика мы в принципе нашли, где он проживает, в какой школе учится. Но разговора с ним не получилось. То есть в плане того, что мы уже не стали поднимать из этого большую проблему. Мы просто поставили новую бутылку для сбора батареек и собираем. Одно нам непонятно, куда он их выкинул и для чего он вообще их украл. Согласно последним научным данным, одна отработанная батарейка может загрязнить 400 литров воды или 20 квадратных метров земли. Сегодня в России утилизацией этих предметов занимается только один завод в Челябинске. Туда семья Леры и планирует отослать весь собранный за учебный год материал. Помочь своему городу, помочь планете, чтобы меньше было загрязнений. Сейчас Лера и ее семья всерьез планируют увеличить количество точек по сбору батареек. Тем более, что есть и заявки от старших домов, которые хотят поддержать идею благовещенской школьницы. К ее проекту готовы присоединиться и одноклассники. Новый пункт приема хотят открыть прямо в своей гимназии. Мы обязаны уже ей помочь, то есть наш класс. Я так думаю, что другие классы тоже нас поддержат в нашей школе. Планируем поставить такие же коробочки здесь в школе и продолжить работу уже, наверное, всем классам. Может, еще кто-то из детей заинтересуется. Чтобы на заводе в Челябинске приняли на переработку партию батареек из благовещенской Лере необходимо собрать как минимум 20 килограммов этого материала. Пока значительно меньше – около 5 килограммов. Но до конца учебного года время еще есть. Девочка верит – ее экологический проект никого не оставит равнодушным. Анастасия Петраш, Юрий Камышный, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Тем временем, несколько месяцев назад в России начал работать еще один завод по переработке батареек. Предприятие создали в Ярославле. К 2024 году планируется открыть 7 подобных производств по всей стране. В свою очередь, в странах Евросоюза запрещено выбрасывать батарейки. Сегодня их утилизацией занимаются более 40 предприятий. В США отработавшие аккумуляторы утилизируют специальные контейнеры. Они установлены в общественных местах. Японцы перерабатывают батарейки как обычные твердые бытовые отходы, которые проходят процедуру рециркуляции. Более 50 спортсменов, 6 конно-спортивных клубов и несколько коневладельцев. В Благовещенском районе прошли соревнования по конному скетчжорингу. Мероприятие посвятили сразу трем событиям. Лыжне России 2020, 80-летнему юбилею Двоку и 75-летию Великой Победы. Репортаж Евгения Вдовенко. Лыжник-гонщик передвигается по лыжной дистанции вместе с лошадью. При этом спортсмену нужно преодолеть различные препятствия, например, трамплины. Такова суть конного скетчоринга. Он по праву считается одним из самых экстремальных зимних видов спорта. Это работа пары. Однозначно пары. Это въездник и лыжник. Нужно преодолеть 200 метров, осуществить разворот на 180 градусов, лыжнику не упасть и финишировать. Удержаться на ногах удавалось далеко не всем спортсменам. Тем более сложным, зато еще более зрелищным стало преодоление трамплинов на скорости. Во-первых, ты на лыжах на большой скорости прыгаешь на трамплине. Еще более сложно в том, что во время полета, когда обычные лыжники прыгают на обычных трамплинах, им ничто не мешает держать равновесие. Здесь тебе нужно держаться за хорду и сопротивление определенное есть. Поэтому сложно удержаться на весу. Это нужно тренироваться. Перед данными соревнованиями мы в течение месяца готовились к ним. Каждый заезд – состязание для спортсменов и зрелище для болельщиков. Посмотреть на экстремальные соревнования собрались десятки человек. Зрители бурно поддерживали и всадников, и лыжников. Помимо скиджоринга, свои выступления для гостей конно-спортивного праздника подготовили также курсанты ДВОКУ. Для гостей праздника также организовали полевую кухню, а еще предлагали прокатиться на пони и санях. Несмотря на кажущуюся простоту, скиджоринг – дисциплина достаточно сложная. От спортсмены требуется не только соответствующее мастерство и координация, но и немалый практический опыт. Санная упряжка в этом плане намного проще. Вот это мой размерчик! Поехали, залетная! Евгений Ведовенко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И на этом все. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Всего хорошего и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова